Погнал, Виктор, второй раз глубей, я уже не выхожу, так с этого постараюсь с окна поснимать. Вот он все приучивает молодежи. Не знаю, тут уже немножко, где он молодежи, но по два раза на один кидает. Проводки хорошие, а ветер киня, жарко. Так, 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 ветер вот немножко снег, полный шест. Тут они, молодой. Вот это вон, чебаты. Чебаты молоденькие. Это у часовщика папка. Смотри, вот эта папка такой же по стилю полета. Батища, смотри, у тебя его, уже полосатый, ты его отдашься. Ага, потешил свой ветерок, надо было вечерненький, да? Сейчас, ну, 12-й был сильный. Ну, иначе вот эта папочка оторвалась. Так она кажется, что близкая. Так и не отрывается, отрывается. Да, я компьютерщик. Сколько кидал? 10. А в горе 5. Как 5? А, нет, о, все, все. Увижу. Котерка сегодня была очень высоко. Когда? Перед этим я кидал. Да. Там была юрчиха, пара белых каких-то, не знаю. И с ними была точно белохростоя. Ну, такая чуть она битая. Я понял, старая. Да. Вот эти, сама выше она была, потом они все их дадут. Понял. Ага, хорошо, хорошо, ребят. Там уже часов два. Ага, так он их уже третий раз кидает сегодня, е-мое. Понятно. Опять их чуть сдувает, ребят, опять сдувает. В общем, вон их ставит на крыло, я вижу. Величко сегодня третий раз кидает. Вон они. Опять стягивает. Опять 10 штук кидает. Ну, величко в теме, в теме. Вот они чуть опять стянуло. Говорят, пятерка была очень высоко. Как высоко. Ну, говорит, так. Тут как бы так, с таким ветром очень высоко не будешь. Он как бы дает немножко им бороться, а потом их давит. Вот как сейчас они, говорю, пошли, пошли. Сейчас уже хватяжки. Вот я в пять поймал. Вообще 10 кидал, говорят. Вот они сюда нахуй подходят и берут. Так, вижу я раз, два, три, четыре, пять. Над нами шесть. Шесть. Наверное, что-то не вижу, потому что я не возле головы. Вот это третий раз кидает. А это не вопрос. Мойте в теме. Так, так, ага. Вот они. Опять оттяжка. Это они сейчас над блондином отца дышали. Над колей. Если кто-то проходил, сказал бы, что сатоши выгоняет. Над сатошем, два, шесть над сатошем. Одно здесь. Одно здесь вот, низом. Вот оно, это самое тут, нижнее. Твера закидается. Вот, видите, рука разминает крылышки. Так, что-то к нему подошло. Уже вот, двое тут. Генеет. Так, двое здесь. Над колей. А, и над колей пять. Вижу, пока, семь. Вот, вот, Владинова. Ну, хорошо, вот эти вот маячок им дают. Да, молодежь, он хоть не стал сегодня. Ну, второй раз, я так понял, что кидать. Думаю, что для молодежи хватит одного раза. Нет, все равно опять ветер сильный, ребята. Все равно ветер сильный, но он их просто разминает. Разминает по ветру. Разбивает им крылья. Формы, формы хочет нести. Значит, кинул он двенадцать, потом и два, и сейчас вот кидает. Кинул он их третий раз в четыре. Ну, еще на вечер. Думаю, кидет. Он приходит, заходит, загуляет. Тут они есть раз-раз, портфель чуть набрал. И под занос. И под занос. Да, только пара. Тихо, опять постянуло. Опять, а, вон они, вон они вижу. Ага, низом, низом, низом идут. Низом идут. Ну, хороший ветер, хороший, он им не дает. Они понимают, они как только ветер дует, в высоту сбрасывают. И низом подходит сюда. Ладно, интересного ничего нет. На этом пока все. То старый какой-то по одной, да? Да, то старый. Черный, черный старый. То, что у меня больше немного по одной. Это черный старый. Ну, как старый. Он может и не сильно старый, но если не молодой. Может, год-два. И вставночок вот этот хороший такой, видишь? Вроде как хвостик чуть, ну, он наберет хвост, понял? Он сейчас еще нет. И вот эта язвочка такая. Должна тоже она быть. Да, у нее силы пока нет. Силь, да, у нее нет силы. Да, Ина. Ага, да. Что? О, ну, слава богу, молодец. Слава богу. Слава богу. Слава богу, Ина. Да, да. Хорошо, Ина. Хорошо, до завтра. Хочу. Хочу. Не, а чубатая, чубатая гнездючка вот этому бурому сплошному. А-а-а. Понял? Ага. Чубатая это сплошное? Да, вот это они, да, вот это они гнездюки. Вот он они, да. А, одна сбоку. Вот, вот, молодой, смотри. Где? Ага. Острокрызенький. Покашу. Он еще пока не взял свое. Он возьмет, возьмет. Он свое возьмет. Ну, а рыжая полосатая, эта гнездочка сплошная. Это, это, бурый. Он просто не в форме. А если ему форму, то белый классный. Я же говорил, что я такую пару сделал. В общем, я ей дал лучшего гнезда сезона, ну, по белому, понял? Ей. Вот это, ерчиха. Я думаю, только он был. Ну, да не, все были старые. Все там были старые. Не, не, Андрюха спрашивает за по одной. Кто, говорит, остался. Говорит. Все молодежь, ребята, дома. Так что все хорошо, без потерь. Как бы так, все в порядке. Переживал я зря. Вся молодежь попролетала. Завтра сделаем чуть-чуть переход. Вот, спрашиваю, ребята, как конопаты. Вот он, видите, стал такой. Ну, все равно он-ка рыхловатый. Но, видите, летает. Он тяжеловатый, рыхловатый. Вышел. Вот кто-то мне из подписчиков спрашивал, как, значит, обстоят дела с этим, с первым голубенком, у которого крыло так было. Видите, вот у него уже все, все восстановилось, как бы. Ну, для гона пока он еще не пригоден. Ну, а так на крышу голубят не залетает. Вот он полетел. Это первый голубенок 19-го года. Так, Витя гонит, он попробует. Сейчас солнце очень плохо взять их. Хорошо, вижу. Так, туда-то вижу, а сюда. Так. Не, надо ждать, когда пониже спустятся. Хорошая погода, пошли прохладный ветер. В основном гонит молодежь, но и старые стоят. На голову у меня это не за что зацепиться. Еще раз. Вот он, 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 вот он выпадет. Все. Вот он встает. Ну, мне отсюда... Сейчас, он уже выпадает. Вот, может, на антенну садится или... А, все, увидел. Он уже в дом. А, это хорошо. А больше там никого, там все ставят. Хорошо, молодец. Бурый вот молодой тут, сейчас попробуем. Да, я вижу одного белого, вот, да, и за ним второе. Все, а то тройка, а то полосадрябая чуть меньше. Ага. Да, молодец. Сегодня такая погода, нельзя их трогать. Сегодня могли бы они хорошую высоту взять. Так, ну, главное, что бурый здесь. Это, значит, этот, батищев, батищев, это летает сыночек у тебя. Хорошо под тряшечку дает. Кто залетел? Понял. Хорошо под тряшку на барнячка дает. Да, да. Я пока мать кормил, чуть опоздал на налет. Это там сплошная. Так, белый. Белый или лая. Ага. Может быть. И это. И две звуки мыска. Понял, мысник там в горе. Мысник вверху. Ребята, небо, небо плохое. А это полосадрябая. Ага. Полосадрябая одна сбоку? Или какая? Нет, чистый хвост. Чистый хвост. Понял. Старая, да? Да, да. Ага. Юрчиха, кстати, как-то сразу. Она с яйцом. Не трогай ее. Все. Юрчиху не трогай. Так, ну что, ребята, только нежник моего снимают. Небо голубое. Я не возле голубятни, так что очень плохо. Оно мне в лицо светит, этот самый солнце. Я голубей вижу. Да. Ага. Завтра всем даем покурить. Дай, даю покурить. Да. Я и так, что у меня с молодых пока в пустоту вот кем. И только так бегает пистолет. И вот это вот, мне же бояться. А вставной пошел в гору? Вставной? Да. Нет, повисел, повисел и выкал. Понял. Ну да, то ничего. То ничего. То ничего. Всем дает, Витя, сегодня отдохнуть. Я не сплошной уже плохо видно, да? Ну. Сплошная на голубом очень плохо видно. Да, вот мысниками же рядом. Ага. А в проемах, ну она, как и проще. Мысник стоит, сплошная стоит и белый. Или белая. Как Виха говорит, белый или белая. Значит, погнал он, грубо говоря, Ну, в 15 минут. Сейчас 20 минут. В 11 часов 15 минут. Сошлись? Сейчас я скоро выйду. А рыжий пояс и сел? Сел я, ну, я не вижу, но он сел на ней и там. Ну да, плохо если на ту сторону, но ничего. Да, да, да. Ничего, сейчас я выйду, буду смотреть. Ага. Сейчас я скоро выйду. Попадают. Да, значит, поймал. Сейчас попробуем мы показать вам, ребята. Ага, да. А сзади мысник. Такая же высота. Ага, да, да. Тут сплошную не вижу. Мы их чуть не там искали. Да, белого мы видим. И жена, наверное. О, промелька, вот белого поймал. Белого поймал. Ну, там сзади мысник, ты говоришь, да? Да, да, сзади. Ладно, красиво, ребята, стоят верхние, но верхних там красоты нет. Вот я хотел хотя бы ни из них поснимать для красоты. Ну, там вверху стоит трое. Мысник, белый и полосатая. Ну, попозже. Я чуть позвоню, сейчас жду звонка от жены. Сейчас попробую их поймать вам. Красиво стоят голубое небо. Так, вот сейчас я хорошо белого видно. Сейчас, ребята, я... А когда белое, я потом вижу, к нему подходит мысник. А полосатая всегда стоит чуть-чуть далекие. Так, фонарь мешает мне так. Я фонарь ориентируюсь, но иногда голубь заходит за фонарь. Ладно, ребята, попозже надо, попозже. А, нас с собакой за фонарь заходит голубь. Плохо, ребята, камера фокусирует на этом, на голубом. Вот Игорь говорит, поставь камеру и смотри. Там, если смотри, на голубом, они отойдут чуть-чуть с экрана. Ну, вот с этого, с поля зрения камеры. И она, хоп, она сразу перестроится. Это же цифровая. Она сразу перестроится на другой какой-то... Что, что видишь, кстати? Акадь, я бы, что-нибудь... Получай для этого, что-то... Что она отходит? Да, может быть. Не, я вижу только белого. Белого вижу всегда. А мы... Да, с ним рядом. Да. А полосатую, да. Может она отходить. У нее такой полет. Может, да. Ладно, чуть попозже, ребят. Чуть попозже. Если шоу будет. Ты уже понимаешь, как она салет-блок, да? Ты, может, их из гнезда берешь, но... Не-не, не с гнезда. Они кала-гнезда были. Понял. Снимать, ребята, буду нижних, потому что верхних пока трудно снять. Это что, верхних белого не видишь даже? Чешо. Да ну, на голубом, ты понимаешь, я-то вижу, но на голубом очень плохо камера, как бы, ну, берет. Она не фокусируется. А вот этих нижних, людям все равно, что это. Ну, мы с них сзади, а белого впереди. Они мне верят, понимаешь? А вот этих вот, им красиво, ну, как бы, показывать, знаешь. Им нужна красота, а что там в точках летают, ну, не так красиво и не так им, может быть, и важно. Ты же знаешь, 90% голубятников это подкидушники. Так, сейчас я белого поймаю. Все, сплошно увидим. Видишь? Она, оказывается, на равной высоте. Вот она, видать, все-таки подошла. Вот белый? Да. Берем, вот так, почти, ну, как... Все увидел, он увидел. А мы с них сзади. Ага. Все они... Все тут хорошо. Все тут хорошо. Ох, поймал. Белов поймал. Вот когда поймаешь... А, вот о чем я говорю, ребята. Вот мы с Игорь, Игорь, мы с ней, говорит, зачет, надо снимать постоянно. Значит, камера, она такая, или всегда надо держать. И тогда она будет... Она автоматически берет резко. Она поймает цель и его держит. Если голуби выйдут с этого квадрата, понимаете, она хоп, потеряет их. И потом опять человеку лови их. А кто-то с тебя говорит сейчас, надо снимать на кино. Ну, да, говорят, если большой полет, надо вот его взять и все кино, чтобы было от начала до конца. Понял? Ну, вот зачет, пять часов, допустим, понял? И надо его... Нет, скажи, зачет надо смотреть постоянно по очереди. Ну, да. А камеры долой. Ну, понимаешь, тут могут брыхать люди, понимаешь? Нет, так пять человек собрать, еб-то, брыхать. А, ну, да. Ну, он говорит, а друг Кременской соберет таких же, как он, понимаешь? А я говорю, ну, там есть, я говорю, там есть председатель, председатель будет подписывать. Потом председатель себя, как бы, под это, ну, под... Все, все они тут. Все хорошо. А куда от белого, допустим, взять, если... Да, ну, лучше на дерево так берет, мысника поймаешь, видишь, в этом. Ага, хорошо. А сплошная, вот, она, на сна, почти. Ну, полетали они, значит... Ну, вчера-то. Не долго, полчаса, да, полчаса. Они, фу, вот, удали. Да, 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 да. Ну, полеты пока такие. Влет-посадка, она все равно приятна. Мне приятна. Несника сейчас попробую поймать. Ага, вот он, между деньгами. Тай-тай-тай-тай-тай-тай-тай-тай-тай-тай-тай. Ты, наверное, дашь не взял, да? Жена торгует этими, как его зовут? Саженцами. Саженцами, да. Да. О, вот как снимать хорошо. Вот, что вот, думаю, хорошо резать. Масло резаный, да? Масло резаный? Да, вот, да. Ага. Да. Голубка резана Андрюхина. Смотрите, а вот резаный, все равно. О, резаный, голубка. Адрюхина. Сегодня Дима приезжал. Я на суд ходил. Что? Дима приезжал, тот, что деревом это машину завалило. Ага. Сегодня должен был быть суд. Ну, этот... Эти не пришли. Как их зовут? Но... Типа Жековцы? Да, Жековцы типа не пришли. И отложили на 28-ое, по этого, мая. Представляй. Это нормально, да. А как? Да, это нормально. Так же ж и нам же, помнишь? Саш, не по компьютеру. Да. Что, если втроем бы, мы тут вообще... Могли бы тянуть и тянуть. Да? Ну, как мне сказали. Да. Наверное, Инночка. Инночка. Посчитай. А втроем бы, Игорь? Да, Инночка. В три раза больше. Хорошо, все. Сейчас голуби садятся. Ага, ага. Давай, сейчас я въеду. Ага, все, хорошо. Сейчас я мысника снимаю оттуда. А то мы... Вот. Ну, вот он. А где она? На рынке? На рынке. На рынке. Ну... Вещи сбивать он умеет. Да. Он все умеет. Вот порода мысника это оно. Я люблю такие, знаешь. Оп, уже и дома. Ну, а что ж ты того мысника не любил, который был другой? Как я его не любил? Ну, говорил, что как-то надо его убирать, его держать не помню. Так понятно, а зачем тебе, если у тебя лучше есть? Что такое? А, понятно. Голубь ледный, но в нем что там? Абсолютно ничего не может. Есть только лед и голова. Ага. Все. Так, а ну-ка смотрим все-таки, голубь или голубка белая. Узнаем мы так или нет? Не знаю. Наверное, и то, и то кидал. Понятно. Ну, вот смотрите, голубь может летать и ее при посадке может тут сделать вот такой, вот такой маневр. Вот туда-сюда. Да, вы видите, вот так вот, если голубь сядет, понял, не дома. Все, зачет, зачет ему не ставят. Ну, если в правилах есть, значит. Зачет, вот если он сядет, вот отлетает пять часов, ребята, и сядет вот сюда. Все, зачет не ставится. Не, лучше хай там сядет, чем где-то, да? Протягивать. Да. Вот так вот голубь может сесть. Летчик. И не заработает. Так что зачет не так, ребята, как бы, ну, легко сделать. Настоящий. А если еще когда камеры снимаешь? Вот сплошная, осталась еще одна. Ну, полетали полчасика, скажем так, грубо говоря. Ты же кидал, я знаю, сейчас сразу смотри, да, вот это? В окно камеры. Да, полчаса. Сплошнячка лечится последняя. Не, ну, в окно они уже минут десять точно летают. А, ну, значит, чуть-чуть больше. Да, чуть больше. Вот, как хорошо снимать. Вот такие голубьи. Это еще, как говорится, удалять, приближать. Ну, вот это, можно и пять часов, ребята, снимать, когда вот так они будут летать. А когда голуби свыше 400 метров, уже будет трудно снимать. Так и небо же еще будет. Да, если еще и небо, да. Так что на маленьких высотах можно снять пять часов. Можно. Вот сплошнячку я не видел, где-то она была метров на 450. Я ее, как бы, ну, по-белому находил, понял? Что белого? Цеплял? Да, потому что очень трудно. Сплошных ловить на голубом небе. Или молодые глаза надо? Да. Жеку, Жеку призвать. Жеку пивчик? Да, брать пиво, водки, закуски. Ну, чтобы он смотрел вверх, а думал после зачета, что... А, ну, ты правильно сказал. Чтобы потом выживать. Чтобы потом, да, потом. А, так, так, знаешь, тоже могу сказать, если так. Это же он думал, что вам, ну, потом выпивать. И зачет вам, типа, плюсовал. Да. Тебе, тебе. Да, 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 да. Люди могут так сказать. И она такая, видишь, она всегда у последних садится. Ей, она, у нее индивидуальный полет, понял? Она не держится ни голубей, ни ко дну такая, как бы, индивидуалистка, понял? Ну, и никого не надо. Ну, как Гарбор 5х2, помнишь, темно-полосатый? Угу. И куча штамм, а он всегда там. Мы знаем, что если там 14 штук, что Гарбор впереди. Так оно. Есть такие голубые. Но это же не брак, что ли? Ну, конечно. Если он еще и летает долго. Вот, ребята, смотрите, вот что это, Крухана сделал или что? Это она высоту сбивает. О, высоту сбивает, да. Ну, а так, а счетная комиссия может посчитать, что это она пошла. Ну, а она в круг не пошла. Ну, да. Тебе, она в круг не пошла. Не пошла. Она протянула и развернула. Да, да, да. Ну, а могла бы, сейчас вот мы засекем, пойдет ли она в круг. И вот это, как же быть. Допустим, голубка летает 5 часов и на посадке будет делать такой маневр. Ну, давайте сейчас за ней сидеть. Хотя, Женька мне сказала, давай, вот как голубь садится. Ну, ты же сам знаешь, как голубь садится. Я знаю, но я хочу, я хочу. Некоторые могут протягивать. Да. Много таких, правильно? Да, да. Протягивать на вперед. А некоторые могут крылышко так вот так. Да, да, да. Подламывать. Ну, как молодцы. Да, да, да. А некоторые протягивают и возвращаются. Мне кажется, стальная будет такая. Подломать крылышко, да? Ну, такая она, да, хорошая. Да, да, да. Вот, смотрите, вот она немножко проходит наперед. И аж не сбавляет, видишь? Вижу. Не сбавляет, да? С проходом наперед не сбавляет. Да. Вот сейчас что-то начинает. Вот что-то, да, да, да. Попытки ставить рожки. И подлом крыла, видишь, пошел вот, 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 вот. Вот так она, видите, это она сбивает высоту. Она смотрит, как же её сбить. Или на круг пойти, или подламывать крыло. Вот, смотрите, вот-вот-вот-вот опять пошла, 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 пошла. И не пошла, видишь, в круга. Ага, в круг не пошла, видите? Вот она пошла, да. Она как бы в круг не идёт. А идёт туда и, ну, вы поняли, в ту же сторону, как шла, в круг не идёт. А высоту сбить не может куда-то. Ну, так вот бывает. Жена позвонила, приедет, бери, а я тут. Хочу же показать все-таки, пойдет ли она на круг или нет. В общем, белый, допустим, если бы был в зачете, ну, так, ему уже все, зачет не идет. Он сел на девятиэтажку. Вот посмотрим это. Пойдет ли она на круг. Вот два раза она так проходила и давала назад, но не на круг, а вы видели, что это было. Вот она на третий раз пошла. Голубка до Оленьки, вылетовала два часа. Жару в 30-ти градусном жару. Видишь, ветер какой дует? Да. Вот сейчас вот дует ветер, и она... Ветер, ребята, практически с северного направления. Это у нас северный ветер. Ну, может, северо-восточный. И она опять чуть-чуть поддала, видишь? Она уже поддала, да. Она пошла вверх. Ну, это может и на час налетать. Ладно, ребята, жена. Руки уже устали. Она пошла вверх. Пошла вверх, значит. Начал вверх. Так, все. Она высоту взяла и проходит? Коба взял и высоту с ней набирает. Забрал Коба? А, вон она еще июня несет. Вот тут взял практически над Советской. Ага. Отвел ее на восьмой. Подрезать стала. Она гору там взяла. Ага. Она доходит, и все это вижу. Ага. Доходит до Советской. Он ее, блядь, берет там. Практически без... Без боя. Ну, как, блядь, если тебя подрезали, ёпта. Ну, да. Без боя, блядь. И сейчас с ней набирает высоту? Вон он, блядь, еще до сих пор. А это Коба или? Да ну, Чи Коба, Чи... Чи Лунь, Чи. Высота-то не 300 метров была. Забрал, ребята, полосатую голубку. Несет он, блядь, берет высоту с ней. Он с ней берет высоту. Значит, это не Коба. Это какой-нибудь Коршун, Лунь. Он прошел, помнишь, я тебе говорил? Да, да. Я помню, когда ты говорил, прошел. Да. Она вроде как типа аж поддала. И вроде как, ну, в поле зрения, она вроде как... Туда, типа, в ту сторону, к нему. Ага. Ты думаешь, он может ее выпустить, да, смотришь? Или вообще хочешь увидеть, что... Да, смотришь, он с ней высоту берет. Он берет высоту. Это не Коба. Коба с голубями высоту не берет. Это Лунь, Орел, что-нибудь такое. Орел-карлик. Сейчас брошу, потеряю. Мне интересно, блядь. Да. Хорошо, что ты увидел, да? Так бы подумали, залетела, да? Не, я бы не... Ну, да. Так что, ребята, все, полосато отлетало свое. Да. Ну, ты знаешь, за что она нам нравилась и за что не нравилась. Да. Потому ты, ты так и голубей, все равно не держал, так что... Ну, ничего, дети остались, трое детей, трое, одно молодое. Вот такая участь ждет, и вот той ангела, блядь, вот той белой плекатой, блядь, вот то точно-то, вот тут так они будут, понял, заканчивают. Ну, ничего, что будет. Они не бойцы, они не пилоты, они пиздец. Они мягкие голуби. Да, они вот мягкие, мягкие, такое-то борозж. Она мягкая, голубя. Все, пиздец. Все, глаза порвешься. Хорошо. Он с ней высоту берет. Он ее взял на метров на 500 и стал с ней брать высоту. Я думал, это хорошо, что ты все видел. Все, сейчас покажу, ребята, их не голубят. Значит, вот это вот по ней у меня осталось вот это, молотка, вот рыжая полосатая, это первый плод. Вот, в общем, рыжая полосатая, очень-очень, все, уже, линии нет, да, линии нет, все. Да, ее очень-очень-очень. И покажу еще сейчас парочку, которые будет докармливать отец. Да, 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 я их переложу. Да, все, нету. Вот он прошел выше, он прошел выше ее. Да, вот. Вот это они. Запомним их. Вот они. Ну, видишь, накормлены классно, батя у них хороший, понял? Значит, Бурова не трогать. Он сейчас один остался, понял? Бурова. Бурова не трогать. Пусть он их кормит, понял? Конечно, конечно. Все, только если сам сорвется. А это же будет тоже рыжеполосатый, да? Да, 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 да. И пара сплошных, видишь, а одно дали, это, видишь, вот, как три всередки или две всередки, видишь? Ну, ничего. Пара сплошных. Ну, ничего, накормлены хорошо, все. Когда трое ребята остаются, это очень хорошо, очень хорошо. Два года голубка у меня жила, лечится было, все, я знал, но голубя в том году не получил. Ну, хоть умерла не от болезней, блядь. Да, да, да. Когда дерево упало, вот тогда как раз, когда дерево упало, это как раз... С под нее было, да? Да, с под нее одно было. И сейчас вот это. Ну, да, и хорошо, что... И Вихар говорит, она умерла в полете. Гор должен заканчивать в тюрьме, а голуби, а голуби в небе, а голуби, голуби в небе. Голуби в небе, вот это настоящие голуби. Не жалейте, ребята, когда голуби у вас умирают в небе. Они так и должны себя вести. От болезни плохо, когда умирают. Да, все равно хорошо, что вы видели. Да, да, да. И Вихар вот это, я уехал, Витя видел все от начала до конца это действие. Так что... Так он еще, он ее понес, я его уже в глазах не хватает. Да, да, да. Так что, ребята, вот сегодня у нас 18-е, 18-е мая, 18-е апреля, апреля, и ястребы берут. Видите, вот тут тогда пропал, вот один летал, этот курсак у этого, у щека, понял? Тоже один, так знаешь? Когда один, ну ты понял, когда... Он такой был черт, но... Ну, когда он с кем-то летал, ну, был шанс, знаешь, не на него пойти. Курсак должен выпадать, это она вот не могла сесть. Да, да, да. Да, 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 да. Ну, ничего. Так что, ребята, сегодня мы... Вот какой уже день, и мы опять покормили хищника. Ну, это был, это, Андрю... Это был не ястреб. Да! Виха, иди подходи, подойди. Это был, ребята, не ястреб. Ястреб так сильно ведет. Он его видел, он начал с ней гору набирать. Это лунь. Или какой-нибудь орел. Значит, это... Часовщик Виктор Батищев. Смотри, вот у тебя белый есть. Вот это у меня сын или дочка, вот он мне дал вот этого голубенка. Белый твой был, ну, уже твой белый, был спорован с полосатой, вот дал вот этого мне голубенка. Думаю, что будет летчик. Так что, мы тебе дали хороший голубей там, бери плоды. Ну, естественно, гоняй плоды. Сегодня у ребят очень холодно, и вот они вышли, видите, чуть-чуть его. Так, прохладненько, молодежь такая. Конечно, погреться. Сегодня хорошо молодые не летали, но... А старую забрал, она такая была, как Витя говорит, что... Да, Витя... Это Николаевские голуби, они... Эх, мягкие. Да, слушаю. А он пошел... Витя, он тебя жена. Что ему сказать? На, на, на телефон, на телефон. Та, на, 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 что-то она хочет. Так, ребята, ну-ка, это молодой. Да, это молодой беленький. Так что, минус один, летная голубка. Прошлый год мы ее, ребята, резали. Она такая была, сама срывалась. Молодой мы ее резали. Ну, все по делу. Да? Все по делу, благодарю. Ага, что там? Так. Да. Да. Ну, ничего, ничего. Да, когда она дает... Когда осталась... И голубя тоже такие, видишь, ну, он потянет их. Не потянет, я разложу, ну, в общем. Ты понял. Так что, Бурова не бери. Летная была пара, оба были летчики, но она была... Для нашей голубятни она мягкая. И, видишь, уже, уже, как бы, ну, когда ее гонять? Уже апрель месяц, и все равно, видишь, берет. Так что, ничего, ничего. Ну, Бурова он тоже, как бы, такой устой. Голубь, да, голубь, он... Он по-своему хорош, он такой устойчиво с ним есть. Да, он безотказный. Может, такая чуть-чуть рыхлота в нем, знаешь, как просматривается. Да, мы шоу так и называем. Ну, ты испоровал, как бы, нормально, я считаю. Все равно, хоть... Ну, вот это пидоростию, чтоб у нее выявило, знаешь. Да, да. Кременскую вот эту табляшу. Так. 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 Так.